Губернатор Алексей Русских вручил ключи от автомобилей, приобретенных благодаря проекту сохранения лесов нацпроекта «Экология». Новая техника позволит снизить ущерб от лесных пожаров, повысить скорость реагирования специализированных служб и скорость тушения очагов возгорания. Ну как машина? Осмотрели уже? Отлично. Отлично? Ну, на базе «Буханки» это самый лучший автомобиль. Годами, десятилетиями подтверждено. То есть у нас лесное хозяйство Ульяновской области, я с гордостью это отмечаю, один из четырех регионов, кто полностью укомплектовался, перевооружился новой лесопожарной техникой. Конечно, здесь и свои результаты, это и площадь пожаров минимальная, это в Ульяновской области у нас все пожары ликвидируются в день обнаружения. Показатель очень хороший, надеемся он продлится до конца сезона. Полученные автомобили будут задействованы в департаменте лесного хозяйства Минприроды Ульяновской области. Сейчас в автопарке регионального лесничества более 150 единиц техники. Вот сейчас мы только прошли летний пик пожаров, боремся активно, большинство пожаров тушатся в первый день. И, конечно, это без техники, без техники сделать это невозможно. Это очень важно. И вторая история, это, конечно, лесная охрана. Понятно, что есть проблемы черные лесорубы, незаконные рубки, вывоз банально мусора в леса. С этим, конечно, надо бороться. Региональные инспектора патрулируют леса, смотрят, что происходит. И опять это невозможно без техники. После вручения технической базы торжественная часть плавно перешла в заседание, где за одним столом собрались представители Минприроды, Рослесинфорга, Министерство лесного хозяйства субъектов Российской Федерации, а также ассоциации компаний, работающих в данной сфере. Здесь в формате свободного общения обсудили, как сберечь и приумножить леса с помощью новых технологий. Ульяновская область стала одним из первых регионов, кто начал оцифровывать лесную отрасль. Так, вселесные декларации, отчет об использовании лесных участков, акты лесопатологических обследований теперь принимаются в электронном виде через портал Госуслуг. Годы усиленной работы дали свои результаты. Нам удалось наладить электронные документы оборот, закупить и освоить высокоточное оборудование для поделения границ лесного фонда, а также внедрить новейшее программное обеспечение для введения цифрового государственного лесного реестра. Стоит отметить, что с вопросом восстановления лесов и ликвидации возгорания регион справляется отлично. За последние два года площадь лесных пожаров удалось снизить в три с половиной раза. Леса высаживают самыми быстрыми темпами в ПФО, а пожары тушат быстрее остальных. По итогам весеннего лесокультурного сезона 2022 года выполнение общего планового объема работ по искусственному лесовосстановлению позволило достичь основного показателя проекта на уровне 136% при плане 96,9%. За три года реализации проекта региональный парк лесопожарной техники обновлен более чем на 50%, а обеспеченность в соответствии с формативами составила 100%. Не забывает и про кадры. Во многом от быстрого реагирования пожарной группы зависит то время, за которое удастся потушить пожар. Напомним, что губернатор Мульяновской области выделено дополнительное финансирование на повышение заработной платы работникам лесопожарных станций.